а если жизнь после смерти физического тела ну она есть и она не замыкается на физическом теле что тут иметь до и после вы рассматриваете пространственно-временной континиум я не вижу чтобы я в этом пространственно-временном континиуме воплощался до и будет после далее как личность точно вы не перейдете куда-то как вот личность вот которую вы связываете с физическим телом это какая-то временная оболочка ну представьте вдох-выдох какая-то смена какие-то циклы да думаю что не думаю даже измеряют и на консультациях мы это можем с вами измерять смотреть есть другие более высокие скажем так мирности где где вот то что называет высшим я запускает различные там свои монации до эманации в более грубые вибрационные такие экспериментальные можно сказать комнаты где как бы вот есть эта иллюзия время время создает пространство да по разному кто-то говорит пространство создает время жизни всего лишь что что вы видите как физическое тело это одно из проявлений и тут весь вопрос уже упирается в то что насколько вы ассоциируете себя только с телом да а в советское время только так и было что тело сознание уже вторично на теле и что что вы понимаете вообще под физическим телом потому что вообще-то на физическом уровне есть материальные тела а есть физически например крайне высокие частоты мы представлены в крайне высоких частотах но это физические тела у нас плейлисте метафизика это есть давайте сейчас не буду вам мудрить голову но я коротко только скажу что я по-своему понимаю не совсем как прошлой жизни здесь вот я больше мне откликается как об этом говорит верка 1 или вадим черышев вот эти которые занимаются интерференции что это не прошлое и будущее жизни немножечко по-другому понимаете это эго пытается вообще этот вопрос у вас идет из выживания из страха вообще всегда эти вопросы это страх страх вот потери этой оболочки но нам притом сохраняя безопасность которую дает подсознание и выбирая из над сознания самые правильные сценарии нам сохраняя это параллельно с этим надо расширять сознание за более чем просто только то что вы скорее всего имеете ввиду материальное тело потому что мы большинство даже на физические тела не готовы смотреть а там где есть физические тела это уже вот уже более понятные нам то материально это тоже волны на самом деле физические тела у нас кстати в диапазоне частично световом у нас плейлисты метафизика все это есть тогда становится понятно почему работают аппараты волновой терапии например да почему мне пришлось этим заниматься я уже молчу о том что мы можем выходить на уровень эфира астрала ментала каузала будхиала дальше дальше да и нет этому предела